Это тот самый триколор, который был гордо развернут на стадионе в Рио-де-Жанейро. Он преодолел десятки тысяч километров путешествия между континентами. Но главное, те считанные метры на церемонии открытия Паралимпиады, казалось бы, всего несколько секунд. Но этот момент навсегда войдет в историю. И еще один исторический момент сегодняшний сравнимый с чествованием победителей на Олимпиаде. Заслуженная награда нашла сегодня представитель Министерства спорта Белоруссии Андрея Фомочкина. Российских флага на Паралимпиаду привезли два, но один из них конфисковали еще до начала церемонии. Так что вся надежда была только на Фомочкина. И вот когда камеры были повернуты на белорусскую сборную, он достал флаг и пронес его несколько метров, пока отважного белоруса не остановили. Сертификат на квартиру я хочу тебе вручить, сказать тебе огромное спасибо от всех нас, потому что это фантастический поступок, конечно. Мягко говоря, неожиданно, признается Андрей Васильевич, до этой секунды все держалось в строгом секрете. Только официальный представитель МИДа Мария Захарова поведала, но без подробностей, о готовящемся сюрпризе для гостей из Белоруссии. Всего рассказывать не буду, скажу только, что квартира настоящая в готовом доме. Это я, естественно, лично проверила. А кто этот загадочный граф Монте-Кристо и как отреагирует наш белорусский герой на такой подарок, вы узнаете. Но Андрей Фомочкин узнал о квартире, которую ему подарят не из соцсетей, а благодаря телеканалу «Звезда». А вот я эту новость узнал из вашего канала, когда сидел в гостинице и смотрел новости. По телеканалу «Звезда». А тем самым загадочным графом Монте-Кристо оказался тоже спортсмен-автогонщик и по совместительству крупный бизнесмен Сергей Шмаков. Говорит, поступок Андрей его глубоко потряс. Решение отблагодарить возникло сразу. Вся большая семья Сергея, а он отец семерых детей, главу семейства поддержала. «Захотелось, ну просто приятно ему сделать. За то, что он сделал приятно для всех нас, я сделал маленькую, там, одна 160-миллионная, но это сделал я в ответ ему». Подаренной квартире в квадратные метры не смотрят. Андрей попросту там еще не был. Но мы выяснили, это светлая однушка площадью 40 метров в Зеленоградской новостройке. Конечно, ни о какой похвале Андрей Фомочкин и не думал, когда разворачивал российский флаг в Бразилии. Как титулованный легкоатлет он уверен, спорт должен быть выше политики. Это было веление сердца, чувство солидарности. А потом было всего 5 часов, чтобы успеть на самолет в Минск. Фомочкина экстренно лишили аккредитации на играх. Зато теперь у него, возможно, будет московская прописка. Ольга Бороднева, Дмитрий Страдубский, телеканал «Звезда Москва».